мой папа был турецко подданным после этого емкого заявления друзья после этого сенсационного разоблачения я хочу сказать что хэллоуин вообще-то завтра не сегодня но сегодня пятница и завтра то мы как в школе не отметим правильно значит сегодня мы ждем что сотрудники наши и студенты кто так поактивней встретят праздник хэллоуин во всеоружии но я вот как мог вы еще не видели меня всего вы только видите верхнюю часть вообще у нас хэллоуин дело такое мы отмечаем а чё действительно у нас вообще каждый день хэллоуин я вам скажу только вот особо мы не наряжаемся но в разве что от моей шапки там напялим на кого для приколу стране это большой праздник смысле все все веселятся дурачатся ходят там по домам конфетки собирают я пару лет назад по моему снимал довольно подробно стоял у нас дома и раздавал конфеты была камера сзади там значит вот я показывал тех кто приходит там трик трикать мы и так в целом я сам еще нарядился пиратом каким-то вот они приходили я им как пират выдавал конфетки маленькие лялечки приходят и даже не представляете какие маленькие там еле еле ходят и уже вот они приходят такие маленькие очень трогательно вот но тут я даже не знаю нас наверное не будет на местности завтра но посмотрим еще плана плана четкого меня нет я не знаю светлана обычно планирует не всегда говорит вот ну и в школе у нас педагоги здоровы наряжаться так у них у всех было вообще когда в америке поживешь какое-то время то у тебя будет чего нацепить в данном случае я так просто из подручных материалов но у меня тоже есть три-четыре костюмчика купленные в магазине там из из ничего из какой-нибудь там тряпочки это может стоить долларов там не знаю 15 18 20 но вообще можно и за за большие деньги конечно там если желание есть вообще это все очень дешевое развлечение нашей наташеньки годовалый вот и как раз годик стукнул на той неделе мы тоже купили такой костюмчик маленького дракончика вот так что все будем наряжаться независимо от понимания или непонимания происходящего значит есть у меня такой костюмчик я в нем чичиковым как-то был на каком-то вечере но вообще это больше костюмчик то американский но как-то вот выглядит так как одевались там на руси во времена чичиков похожий такой а здесь это времен золотой лихорадки может быть там или чуть попозже хороший вот что еще элвис пресс пресли у меня есть такой как-то я тоже снимался но в общем да еще какой-то но был какой-то у меня есть там французский что ли там я даже знаю какой-то наверно северо-итальянский какой-нибудь граф не могу сказать так он в беретке с пером тут вот или венецианский купец его как-то так называется я уж там не помню или доджи венецианский там мир мы хайло доджи венецианский вот есть такой костюм тоже но приедается и так надо периодически менять кроме того знаете что происходит с этими костюмами их детали теряются вот от венецианского доджи что-то я уже давно шапку не могу найти с пером ну то есть я могу чем-то попытаться заменить но это не то это как бы портит антураж так что пятница друзья пятница не работница где-то а у нас пятница обычный рабочий день ну конечно мы стараемся чтобы вечером пятницу у нас не было в расписании занятий но это не всегда получается вот сейчас такой период когда пятницу вечером уроки есть ну что делать дело святое у нас был однажды илья такой парень из нью-йорка приехал молодой лет двадцать семь двадцать восемь он на такой верующий такой иудей совсем при бабахами там вот ну так чисто внешними и у него там 5 детей лет 27 28 вот это пять детей у него и он ехал к нам учиться да и он мне говорит ягод в хорошем тестером буду я говорю а как ты знаешь он гтая вот где там в 13 ресторанах кошерных отвечаю за значит соблюдение кашрута чтоб кошерная он даже две статьи написал о том как вот в ресторанах там соблюдать кошерность так что пищем так что вот так сказать устроился на работу мгновенно молодец так вот я к чему рассказываю что он когда тут у нас учился так он и по субботам учился я ему говорю не вступает ли это в противоречие с твоими как бы сказать религиозными убеждениями он говорит это наш соотечественник русскоязычный и он говорит я специально у раввина и спросил разрешение на то чтобы по субботам заниматься и раввин ему разрешение дал со словами что раз для семьи там для детей там и для хороших целей то конечно никаких проблем в этом нет в друзья большой плюс иудаизма как религии то есть если как бы нельзя но для хорошего дела то можно вот так что ну или там ну для очень хорошего конечно не так чтобы там шаляй валяй ну то можно вот так что вот он у нас учился да ну правда он такой один у нас был вот чтобы вот уже в таком прикиде там конечно это экзотическая а я все думал как же он на работу то устраивается будет вот придет такой вот а в нью-йорке оказывается что очень даже нормально устраивается светофорчик ночевом дорогу показать или остапа бендера даже не знаю ну давайте на дорогу переключимся раз у нас разговор философский почему тогда туда идем я на самом деле с большим нетерпением жду приезда михаила бородянского который вот уже в четверг будет на следующей неделе сегодня пятница в четверг мы его встретим в аэропорту и с одной стороны конечно у нас две внучки и мы мы очень интересуемся значит тем семинаром который будет по воспитанию детей по взаимоотношениям там и так далее вот эта векторная там психология но мы уже начитанные как бы подготовленные светлана в основном конечно я только так в приглядку и это тоже безумно интересно все но на самом деле там есть второе семинар который по но как бы управлению событиями в жизнь то есть у меня нет как бы вам сказать у меня нет научного объяснения тому как это работает но то что это работает я свидетель глядя на светлана светлана делает вот эти вот какие-то действия как которые приводят каким-то совершенно невероятным результатом ей всегда говорили что такое быть не может вот но она всегда делает то чего все знают что сделать нельзя и у нее получается и я вот это наблюдал давно и сейчас вот как бы целый там теорию подвели и там как до упражнения это все довели там и так далее в разных возрастах на эти люди которые делают карьеру люди которые думают о том как жить люди которые смотрят назад по жизни и хотят что-то изменить может быть и так далее они конечно бы в основном человек разумный и рациональный такой как бы особенно с техническим образованием там или что-то он как-то вот но если амперметром там или вольтметром нельзя померить то он говорит на это лажа какая-то есть люди более чувствительные к тонким таким энергиям они со стороны смотрятся как какими-то другими людьми ведь как сумасшедшие может быть чокнутые но тем не менее они они не менее нормальный так вот к чему я говорю что вот это управление событиями жизни я когда вот пытаюсь для себя сформулировать кому больше всего надо было бы вот это вот и я думаю о наших студентах на самом деле потому что у нас есть люди очень ну я не хочу сказать одержимые но упорные стремительные такие несгибаемые они несутся и может быть им в меньшей степени это нужно хотя тоже нужно уже для других целей а вот есть люди которые мечутся и это самый сложный народ потому что когда ты мечешься ты еще ты еще не ученик тебе тебе учитель не поможет давайте учителя нет ученика нет и учителя не будет то есть ты можешь прийти там заплатить за обучение сесть в класс но поскольку ты сидишь там не как ученик а как такая мечущаяся единица то у тебя и учителя нет и и все не так и в общем и ничего из этого не получается потом поэтому я вот думаю вот эти люди то есть они должны каким-то набором приемов овладеть причем эти приемы есть и они простые и в общем чтобы что-то делать с собой я думаю что ты не с жизнью значит не тоже такие пасы там растам правой рукой покрутил левой рукой покрутил там уходите сорняки мать и сорняки ушли такого не будет но вот что-то с человеком я так понимаю что с самим человеком что-то происходит что он как-то притягивает какую-то другую энергию какие-то другие события в своей жизни тем что он сам сам себя меняет если мы послушаем всех этих мотивационал спикеров я очень люблю иногда иногда устаешь от них а иногда очень хочется как-то друг чувствую что надо послушать они же говорят о том как человек меняет себя вот ты не можешь изменить других все что ты можешь изменить в этом на этом свете это себя и вот я с человеком одним беседу не я светлана но мы обсуждали и вот светлана говорит ты знаешь он будет такой тренинг там и у человека есть там масса всего но на самом деле у любого человека есть масса всего ради чего надо было бы и не то чтобы человек там бедный какой-то знать за десятку удавиться вот ну и так вроде да вроде да неплохо там и все но там она стоит каких-то денег и человек говорит но у меня есть на что потратить эти деньги даже 25 центов от монетку всегда есть на что потратить можно вот на паркинге сам франциск приехал монетку бросил они как раз квадрами берут нормально то есть я активно тему нет ученика там нет учителя понимаете всякая вещь когда происходит чем должен быть готов к тому что она случилась и мы это постоянно видим на нашем канале вот мне знаете мне постоянно очень много комплиментов делают как как я их жизнь там изменил и как вообще вот ну вообще вообще я всегда чувствую себя неудобно потому что я понимаю что это как бы не заслуженно то есть не не в том смысле что я не хотел я хоть я конечно хотел но все-таки я считаю что это произошло от того что человек шел шел по своей жизни и ему это было нужно если бы он это не взял сейчас вот тут он бы это же самое может быть в другом какому-то формате взял бы в каком-то другом месте это неминуемо произошло бы потому что когда есть ученик к нему приходит учитель ему приходит тот кто скажет то что он хочет сейчас услышать не взять на учитель но кто-то кто подтолкнет понимаете какой то вот такой движуху в жизни создаст и я вижу людей вот вчера мужчина приходил он приехал месяца полтора назад подарил мне норковую шапку знаете такую настоящую советскую норковую шапку еще тех лет вот такого фасона как тогда носили в общем да и тут он через полтора месяца снова пришел вчера и мы с ним так поговорили за за то что с ним произошло значит у него семья он должен ее привести и он в процессе оформления там легализации и вот но он работает там где собирался работать то есть вот у нас был такой строительный как сказать человек выступал на канале который был приходите там работы много проектов много вот он значит с ним связался списался он он у него сейчас работает и и отпусти поговорили мне как что это я вот его мотивировал вообще на иммиграцию что вот он нажил себе жил никого не трогал вот он начал слушать и потом значит адвоката значит там на нашем канале нашел иммиграционного который им занимается работу в америке пока что нашел вот благодаря тому что там был какой-то человек и вот там чуть ли не я его там это провел по этому маршруту начиная с того что вообще мотивировал как иммиграция также не бывает вы не можете человека который не хочет никуда ехать сорвать место раз так можно но значит у него было что-то значит он искал чего-то он ждал чего-то он был открыт к этому и тут дальше я шел и он говорит о вот оказывается вот все из-за него знать как я не против в общем-то я хочу что сказать что трудно управлять своей жизнью понимаете трудно сказать себе вот я готов или сказать себя знаете я сегодня не чувствую себя что к чему-то готов надо что-то такое сделать вот сейчас сделаю чего-нибудь и вот тогда буду готов как управлять своей жизнью хорошо советы другим давать а сам давайте самое сложное это самому своим советом следовать о сложности где то есть одно дело ты умом понимаешь а другое дело ты идешь и делаешь чтобы делать надо дозреть до вот этого состояния делания чтобы понимать надо тоже дозреть до понимания но между пониманием того что делать надо и дело не ем то есть пониманием того что ты уже понесся а очень большая дистанция вот периодически там публикуют левады центр раз два года что ли у них такой обзор есть опрос люди которые хотят эмигрировать вот россияне которые хотели бы эмигрировать и я думаю что в той вот обстановке информационной которые сейчас наверное там процентов поменьше становится но тем не менее когда смотрят на молодежь не вообще население вот именно молодежь там типа студенческого возраста ребят и там я помню были цифры там 43 процента хотели бы уехать вот это было года года два-три назад я как раз тогда начинал этим всем интересоваться для нашего канала потом недавно был какой-то еще вот на эту тему не знаю может быть меньше там процент но дело не в этом дело в том что люди которые мозгами говорят эх надо бы там поехать в европу эх надо бы в канаду эх надо бы там в америку ну сколько из них реально что-то сделают чтобы до уехать в европу в канаду америку один процент 25 сколько вот собственно и все и у кто же это был эрл найтингел это мотивейшнл спикер большой человек утерла найтингела есть значит такая мулька что вот было исследование на самом деле это в прессе было они много лет наблюдали выпускников там какой-то high school где-то там в миддл америке и вот получалось так что там 20 человек был класс и из 20 человек у них у всех глаза горели они все что-то хотели рвались стремились у них масса всего там в голове роилась когда они заканчивали и потом через 20 лет они снова все собираются собираются они в доме у одного из них который успешный богатый там у него все состоял остальные как бы в общем ничего с ними такого не произошло то есть все их мечтания остались мечтаниями фантазиями я я разделяю четко между фантазией линию провожу и мечтой что мечта заставляет от действовать а фантазии не требует действовать они фантазеры такие были романтичные и и вот он найтингел он говорит что из 20 человек 19 95 процентов из 20 человек 19 фактически не состоялись то есть может быть они хорошие родители я не хочу сказать что они тоскать в христианском смысле в какой-то сомнении состоять наверное они хорошие люди и там сомнений нет но какие-то цели какие-то достижения какие-то планы жизненные там или что-то она ничем не кончилась их заела рутина повседневность они взяли какую-то работу и так на ней всю жизнь может быть просидели на какой-то думая что когда-нибудь это будет другая думая что они еще когда-то куда-то поедут когда-то где-то как чему-нибудь выучиться а чё я вам рассказываю что вы не видели такого и вот некоторые думают что само собой произойдет или вот там на выборах он сейчас проголосует и что-то такое ему принесут вот значит так вот так вот вся жизнь не проходит поэтому если человек может как-то это все регулировать большое дело но есть книжка зеланда на эту тему очень известный транссерфинг реальности как раз вот об этом интересного день не хочу сказать что это обязательно обязательно в это верить или что-то там как-то это практиковать но во всяком случае познакомиться неплохо то есть там ах ты соседи у нас выезжают ребят у нас на первом этаже соседи а чё у нас уже уже студенты на наших местах паркуется я вообще поражаюсь я ооо уже наши идут смотри уже нарядное так я не знаю видели вы нет тут такие ребята наши прошли с черепами ну что друзья мы к веселому возвращаемся у нас веселуха у нас хэллоуин так что я еще поснимаю в классах тоже счастливо